Привет автолюбителям, пользователям автомобильного портала Drom.ru и все те, кому интересно Япония. В Японии идут дожди, скоро зима, немного похолодало, но несмотря на плохую погоду, мы продолжаем снимать. И сегодня я немного продолжу тему про многоэтажные дома и парковки. Я пришел в один из жилищных комплексов. Здесь находятся два многоэтажных дома, и мы посмотрим, как выглядит вообще парковка многоэтажная, как она вообще встроена в систему этих многоэтажных домов. Сейчас мы находимся в районе, который был построен на мусоре. Раньше здесь была вода, но сейчас находится большое количество больших зданий. Жилой комплекс, который мы сегодня будем рассматривать, состоит из двух домов. Каждый дом состоит из 42 этажей. Если подойти поближе, то можно увидеть, что с одной стороны на первом этаже располагаются не жилые квартиры, а торговые площади для магазинов. А с другой стороны, если обойти, то стоит сплошная стена. Может показаться, что это такой большой забор. Но если пройти немного дальше, то можно увидеть, что парковочная зона. То есть с одной стороны жилого комплекса первый этаж полностью отдан под парковку. Парковка тоже необычная. Здесь машины не ставятся в один ряд, а стоит специальный механизм, который помогает расставлять машины в два ряда. Конечно же, на этой парковке недостаточно мест, чтобы разместить автомобили всех жильцов. Поэтому, если немного отойти подальше, то можно увидеть, что к многоэтажным домам пристроено небольшое сооружение, похожее на башню. Эта башня является многоэтажной автоматической парковкой. То есть машины, которые не помещаются внизу, они размещаются вот в этой башне, которая окрашена в цвет дома и издалека особо неприметна. Да, кстати, и парковка, и дома рассчитаны на самое сильное землетрясение, которое может произойти в Японии. Поэтому, даже если случится сильное землетрясение, то машины вот в этой башне парковки будут в безопасности, ничто не повредится и не разрушит. Цены на парковку в таких автоматических башнях немного дешевле, потому что здесь, чтобы вам достать свой автомобиль, нужно ждать, особенно утром, когда все люди едут на работу или в выходные все едут за город, то нужно потратить минут 15-20, возможно, чтобы подождать в очереди и дождаться своего автомобиля. Если подняться на второй этаж, то можно увидеть, что парковка это не просто сооружение, а на крыше высажены деревья, сделана площадка для детей с качелями, полностью облагоустроена, есть небольшие беседки, чтобы жители могли спокойно, к примеру, гулять, играть с маленькими детьми и просто отдыхать. Внутри жилищного комплекса тоже посажены деревья, есть площадка, где дети могут спокойно играться, бегать. Рядом с жилищным комплексом есть большой парк, где дети могут играть. Вообще в Японии парков очень много. Несмотря на то, что земли не хватает и она дорогая, парки все же строят, их не убирают. И главная их функция, если случится какой-то катаклизм, сильное землетрясение, то местные жители могут эвакуироваться в эти парки. Вот так вот японцы организовывают территорию около многоэтажных домов, учитывая ограниченную площадь земли, ну и высокую сейсмоактивность. Японцы строят такие высокие многоэтажные дома, выделяют зоны для детей, чтобы у них была зона, где играться. Строят очень удобные парковки, для больших автомобилей есть на первом этаже. Ну а стандартные компактные автомобили могут припаркаться в такой многоэтажной парковке, которая очень гармонично выглядит и пристроена к многоэтажному дому. Ну а на сегодня все. С вами видео, всем пока! С вами был Игорь Негода.